Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Психологическая и материальная помощь. Губернские власти организовали доставку в Татарстан родственников погибших и пострадавших в ДТП. Работа над ошибками. Детсад в поселке Мехзавод должен быть отремонтирован к сентябрю. Золотой фонд самарской молодежи. Они лучшие в спорте, науке и общественной деятельности. Губернские власти организовали поездку в Татарстан родственников погибших и пострадавших в автокатастрофе. Им предоставили транспорт. С ними поедут психологи и медработники. На месте их встретят и разместят представители Татарстана. Для доставки тел погибших в Самару и Тольятти готов спецтранспорт. По решению губернатора Самарской области Николая Меркушкина семьям погибших окажут помощь из резервного фонда в размере 1 миллиона рублей. Пострадавшим до 500 тысяч. Средства переведут родственникам после предоставления номеров расчетных счетов. Напомним, авария произошла 2 июля около часа ночи в 9 километрах от Заинска. Пассажирский автобус ехал из Самары в Ижевск. Столкнулся с КАМАЗом, опрокинулся и загорелся. Погибли 14 человек, в том числе 6 жителей Самарской области. Наживались на инвалидах. Теперь предстанут перед судом. Завершено расследование в отношении трех жителей Самары. Мужчин 38 и 52 лет и 40-летние женщины, создавших финансовую пирамиду. От их действий пострадал 531 человек. Более половины из них глухонемые. Общая сумма ущерба – 50 миллионов рублей. По версии следствия, обвиняемые создали интернет-сообщество, на сайте которого размещали информацию о доходности по вкладам от 20 до 30 процентов ежемесячно. Особая роль в противоправной деятельности отходилась женщине, которая, будучи инвалидом по слуху, активно рекламировала общество среди глухонемых людей. Денежные средства вкладчиков перечислялись на карточке организаторам пирамиды. Их родственникам, знакомым и тратились ими по своему усмотрению. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму почти 22 миллиона рублей. В отношении 52-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде лишения свободы, так как в течение года он скрывался от следствия за границей. С остальных взята подписка о невыезде. Вопросы безопасности во время проведения матча Чемпионата мира по футболу в 2018 году обсудил губернатор с начальником регионального управления ФСБ. Главная задача – обеспечить правопорядок на всех объектах Мундиале. В зоне особого внимания – стадион Самара-Арена. Самарские силовики активно перенимают опыт коллег из региона, в частности из Казани, где проходили матчи Кубка Конфедерации. Также в рамках встречи Николай Меркушкин и Владимир Татауров обсудили работу строительных и подрядных организаций. Особое внимание бесхозным территориям. В Самаре порядка 250 участков, где в этом году не проводили покос травы. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии районным администрациям и управляющим компаниям поручено в ближайшее время привести все в порядок. С сорняками во дворе на улице Максима Горького дворники справляются в считанные минуты. Работы много, в ведении муниципального предприятия больше тысячи домов. К тому же из-за частых дождей трава в этом году растет не по дням, а по часам. У нас ведется уже второй покос, в рамках чего выполнено уже 19% территории. По большому счету идем очень хорошо. Сейчас в Самаре остается непокошено 9% дворовых территорий, в отстающих промышленные, советские, ленинские и железнодорожные районы. Если во дворах порядок навели, то с незакрепленными территориями дела обстоят хуже. Только в Самарском районе площадь бесхозных участков составляет порядка 60 тысяч квадратных метров. Особенность района в том, что незакрепленка у нас это в основном территория стрелки реки Самара. Там есть какие-то предприятия работающие, но жителей там нет. По сути, ущерб от той же аллергенно-содержащей травы не так явно для населения. Поэтому мы стараемся изначально расставлять приоритеты и работать на тех территориях, которые касаются жилья, и потом уже переходить на стрелку. По информации городской административно-технической инспекции, в Самаре почти 250 участков, где с начала сезона ни разу не проходила коса-косаря. Эти пустыри, которые сейчас начнут нам через дней 20 давать проблему для наших граждан в виде аллергии. И обращаясь к районам, у вас достаточно ресурсов, как людского, так и финансового, для того, чтобы скосить на сегодняшний день все эти пустыри. Особое внимание первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил обратить на отдаленные районы и частный сектор. Как проводится работа, проконтролируют инспекторы ГАТИ. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. 325-й детский сад в поселке Мехзавод должен быть привезен в порядок к началу учебного года. Ремонт зданий контролируют представители городской администрации вместе с экспертами и членами регионального штаба Общероссийского народного фронта. Во время предыдущей проверки подрядчик дал обещание устранить все нарушения к 1 июля. Как прошла очередная ревизия, расскажет наш корреспондент. Не уложились, никак не ожидали, что весь июнь будут идти дожди, оправдывается подрядчик. К 1 июля обещали устранить все огрехи своей работы, но крыша по-прежнему течет, влага попадает на потолки и стены. Капитальный ремонт 325-го детского сада в поселке Мехзавод провели еще в сентябре прошлого года. Тогда же и выяснилось, что кровля сделана с нарушением технологий. Конечно, после того, как пошли дожди, выпал снег, пошел грибок, плесень. И, честно, очень страшно для ребенка отдавать, когда в группе, извините, плесень. 325-й детский сад комбинированного типа. Сюда ходят 260 детей, часть из которых имеют проблемы со здоровьем. Устранить все нарушения за свой счет подрядчика обязали представители городской администрации, прокуратуры и Общероссийского народного фронта. К сожалению, мы констатируем, что те обещания, которые давали строители, они их не выполнили. На сегодняшний день мы договорились уже с администрацией города и области о том, что до 20 июля все работы будут доведены до нужного уровня. До конца июля подрядчик должен заменить 400 квадратных метров кровли и после этого провести косметический ремонт стены потолков, испорченных водой. Также необходимо заменить скользкую керамическую плитку на входах на более безопасную. Если этот срок подрядной организации не будет выполнен, нашим департаментом совместно с представителями народного фронта будет направлено обращение ФАС о включении подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков. В случае, если подрядчик не уложится в сроки и на этот раз, администрация города обратится в суд с просьбой заменить строительную организацию. Платить за ремонт по-прежнему будет недобросовестный подрядчик. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Золотой фонд Самарского государственного технического университета пополнился на 41 студента. Они лучше всех проявили себя в спорте, науке и общественной деятельности. Наградили их медалями в торжественной обстановке. Лучшим студентом 2017 года стал выпускник электротехнического факультета Артем Пивоваров. Артем Пивоваров получает заслуженную награду из рук ректора Самарского государственного технического университета. Выпускника электротехнического факультета экспертная комиссия признала лучшим в 2017 году. Артем с гордостью показывает золотую медаль и ностальгирует по прошедшим студенческим годам. Хотя покидать родной вуз не собирается. Сейчас моих планах это поступление в магистратуру на мой же факультет, на мою же специальность. Буду также продолжать заниматься наукой, развивать, приносить успех, новые победы родному вузу. Скучать буду, наверное, по эмоциям студенческой жизни. Это стало уже доброй традицией. Каждый год выбирать 40 лучших студентов, которые за время учебы проявили себя в науке, спорте и общественной деятельности. Это все наше будущее. Это те люди, которым мы потом передадим заботу о стране, о университете, о предприятиях наших. Но я знаю, нам есть кому передать нашу державу. Это патриоты. Многие выучились на военной кафедре, они владеют не только науками, но и военным искусством. Каждый год золотой фонд пополняется. И многие из этих выпускников продолжат свою научную работу, поступят в магистратуру и будут защищать кандидатские и докторские. Некоторые останутся преподавать в родном вузе, чтобы воспитывать новые поколения талантливых студентов. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События. Далее коротко о других событиях дня. Около 150 пассажиров рейса Самар-Сочи задержались в аэропорту из-за позднего прибытия самолета. На рейс, который сдвинулся почти на 4 часа, было зарегистрировано 140 человек. Жалоб и обращение от них не поступало. Региональный Минздрав пообещал самарским врачам миллион рублей за переезд в село. В программе «Земский доктор» могут принять участие специалисты, моложе 50 лет, имеющие высшее образование. Прием документов продлится до декабря 2017 года. Санитарным нормам не соответствуют три пляжа в регионе. На них обнаружено превышение нормы содержания вредоносных микроорганизмов. Это в первую очередь Самарской набережной от Ленинградской до Вилоновской, пляжа Автозаводского и центрального района в Тольятти. Специалисты связывают это с обильными дождями и сливом загрязнений с прилегающих территорий. Кроме того, не рекомендуют купаться на озере под Новокуйбышевском, близ лагерей «Березки» и «Юность». К концу недели в Самаре станет немного прохладнее. В пятницу, по прогнозу синоптиков, в дневные часы столбик термометра покажет от 18 до 23 градусов. В ночное время – 13. До конца рабочей недели погода в регионе будет зависеть от волнового циклона, сформированной на стыке прохладной атлантической и жаркой тропической воздушных масс и, пройдя через акваторию Средиземного и Каспийского морей, он принесет в наш регион дожди разной интенсивности, грозы, шквалистые порывы ветра, возможен град. В парках Самары все лето будет звучать джаз. В проекте участвуют лучшие коллективы. Зрителей ждет серия концертов-лекций, на которых можно будет познакомиться с джазом во всей его полноте. Организаторы уверяют, став постоянным гостем фестиваля, за одно лето можно много узнать о джазе, о многообразии стилей и их историческом развитии. Проект проходит при поддержке городских властей. В Самарском зоопарке снова пополнение. На днях посетителям показали косулю Бэмбелис, а Ричарда и Пикселя сегодня представили новых приматов. Бруно и Бусинку, которые наделали немало шума среди своих сородичей. С подробностями Юлия Черняева. Настоящая любовная драма развернулась в стенах зоопарка. Новый постоялец, гомодрил Бруно, очаровал сразу двух обитательниц зверинца – Клару и Яну. К нам приехал Бруно, гомодрил. Мужчина в самых простых сил, ему семь лет. Клару, в общем, одобрила, была безумно рада этой встрече. Мужчина он не промок, соответственно, получилось так, что еще и соседка в него влюбилась по уши. Теперь у них война, так сказать, женская. Бруно гомодрил со звездным прошлым. Долгое время выступал в цирке с известным дрессировщиком Геннадием Глазуновым. Серая кудрявая мантия – особая гордость примата, как и пушистые бакенбарды. Неудивительно, что такой красавец понравился не только самке бурового макака Яне из соседнего вольера, но и гостям зоопарка. Я думаю, что они похожи на людей тем, что они очень ловкие, как люди. Я думаю, что он сможет завести друга или подружку. Еще одна новая соседка пока скромничает, но потихоньку осваивается. Из пензенского зоопарка приехала игрунка обыкновенная. Ей всего несколько месяцев. Имя для обезьянки выбрали сами посетители – бусинка. Вес такой игрунки чуть больше 200 граммов. В зоопарке продолжается акция «Погладь меня». Каждый вторник и субботу можно будет погладить некоторых питомцев и сделать фото на память. Юлия Черняева, Сергей Баскин. События. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. До космоса рукой подать. Вопросы ракетостроения обсудили на Международном конгрессе в Аэрокосе. На все 100 в Самаре чествуют тех, кто получил наивысшую оценку на госэкзаменах. Комфортная городская среда. В Самарской области благоустроят в этом году полторы тысячи дворов. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова